Наша информационная программа не раз в последнее время освещала протокское сельское поселение, где есть чем и кем гордиться, и которое по праву считается одним из самых благоустроенных поселений не только в Славянском районе, но и в Краснодарском крае. В этом мы еще раз смогли убедиться, проехав вместе с главой сельского поселения Евгением Дмитриевым по зеленым улицам Хуторов. Тема дорожного хозяйства не уходит из поля зрения. В течение года в хуторе Бараниковском ведется планомерная работа по содержанию дорог. Вот улица Дружбы. Здесь делается подсыпка щебнем и грейдирование. Глава поселения Евгений Дмитриев уверен, что благоустройство – это не только финансы, но и человеческий фактор. Часть материала была куплена жителями, что помогло ускорить проведение благоустройства. Спасибо администрации, спасибо людям, скинулись немножко все вместе, сделали дорогу, администрация. Помогла, мы немножко, все, я думаю, должно быть нормально, сообща, как бы, должно делаться. Сделали нормально, как бы, нормально сделали, можно ездить теперь без всяких проблем. Очень важным является строительство очистных сооружений, что позволит обеспечить более высокий уровень удобств жителей. Сделали проект, серьезный проект. В этом году поучаствовали тоже в краевой программе. Из краевого бюджета выделено более 250 миллионов рублей. И начала стройка. Она рассчитана на 17 месяцев. То есть в следующем году мы будем ее завершать. Администрация поселения все вопросы благоустройства старается решать вместе с жителями. Это повышает эффективность работы. Строительство спортивной площадки в хуторе Семисводном – это реализация инициативы хуторян. В Семисводном группа жителей в прошлом году обратилась с инициативой построить многофункциональную спортивную площадку. И мы поучаствовали в краевом конкурсе, там победили. И в этом году будет строиться эта площадка в районе 44-й школы. Там можно, ну такая специальная площадка для игры в волейбол, футбол, баскетбол, деревья мы там высадим, лавки поставим. То есть будет еще одно благоустроенное место. Олеся Богославская руководит клубом хутора Семисводного, где любят проводить свободное время жители самого разного возраста. Ребята во знаменование Пушкинского юбилея читают стихи солнца русской поэзии. Своими силами мы вот этой зимой провели внутри полностью косметический ремонт, окрасили стены, полностью напольное покрытие. В течение всего летнего периода, весеннего, вы видели, у нас территория довольно приличная, у нас территория обкашивается. Вот окрашены были все спортивные площадки, весь инвентарь. Естественно, с помощью нашей администрации у нас приобретаются цветы, у нас ухоженные клумбы, ухоженная территория. Вот нам обещали недавно сделать, асфальтировать впереди клуба площадку, на которой дети танцуют и проходят, ну не только наши местные мероприятия, и дни хуторов, и сходы граждан. Жители Семисводного довольны, что для детворы здесь есть места, где можно поиграть. Я как мама очень довольна, что у нас в хуторе есть, куда детям пойти. У нас две площадки для деток, где можно покачаться. У нас будет строиться спортивная площадка возле школы. И также у нас работает клуб. Клуб всегда открытый. Красивые чистые хутора – это во многом заслуга жителей. Детская площадка в Нищедимовском построена на средства, полученные благодаря реализации проекта по краевой программе инициативного бюджетирования. В этом году будет построена спортивная площадка благодаря победе председателя ТОС «Хутора» Анны Мойса в краевом конкурсе «Лучший орган территориального общественного самоуправления». В 46-й школе в хуторе Нищедимовском с началом лета начал работать лагерь дневного пребывания. Руководство учреждения образования взаимодействует с администрацией сельского поселения и находит понимание. Спасибо Евгению Викторовичу нашему главе. Всегда активно откликается на все наши чаяния и просьбы. У нас очень большая территория в 46-й школе. Поэтому сами мы, конечно, без поселения не справились. Если нужно нам что-то покосить, что-то убрать, может быть, трактор пригнать, всегда пожалуйста. То есть Евгений Викторович активно на все эти просьбы на наши откликается. Ну и, соответственно, мы как школа, мы поддерживаем нашего главу, участвуем во всех мероприятиях. Очень активно идет подготовка к туристическому слету. Ребята осваивают специальное снаряжение и отрабатывают навыки, которые пригодятся в настоящем походе. Мы готовимся к турслету, выполняем разные спортивные упражнения. Ребятам это очень нравится. Мы учимся работать с экипировкой. На турслете мы хотим хорошо выступить. Второе рождение стадиона хутора Барониковского после реконструкции помещений, предназначенных для использования, благодаря поддержке губернатора позволило улучшить материально-техническую базу и дало толчок развитию массового спорта. Капитальный ремонт сделали административное здание с подтрибунными помещениями, которые сегодня пользуются жителями поселения большим спросом. Сделали мы тренажерный зал, дети ходят в вечернее время, фитнес-зал, теннис. Каждый день залы два этих малых наполнены. Уже, как говорится, о втором вопросе взаимодействия с поселением. Про поле у нас ежегодно такое. Просто мы приобрели технику для покоса, улучшили систему полива. Элементарно полив, немножко подкормки и все. И поле горит зеленое. Появление современной спортивной базы активизировало барониковских физкультурников и спортсменов. И это, конечно, радует. Большое внимание в поселении уделяется ветеранам. Мы побывали в семье участницы блокады Ленинграда Веры Михайловны Дементьевой. Родилась в Ленинграде в 1934 году. Война меня застала там. Было мне, когда уезжала из Ленинграда, папа у меня был в госпитале, эвакуировали его в госпиталь. Он забрал меня, забрал свою сестру с сыном. И отправились мы в очень долгое путешествие в условиях войны, в условиях бомбежек. Она рассказала о своей жизни, о том, как смогла выжить военное лихолетие, получить образование и стать педагогом. У Веры Дементьевой двое детей, пятеро внуков и шестеро правнуков. Она окружена заботой и любовью своих близких. Очень помогает всей работе сельского поселения взаимодействие с руководством агропромышленной фирмы «Кубань», где всегда готовы помочь. И вот теперешнее руководство фирмы во главе с Евгением Владимировичем Ковальчуком это серьезный такой наш помощник. По любому вопросу мы к ним обращаемся, никогда не получаем никаких отказов. 6-7 миллионов рублей они вкладывают именно в соцкультбыт нашего поселения. Помогают в ремонте школ. В прошлом году выделяли деньги на приобретение щебня для подсыпки дорог. Ну и так далее. Поэтому дом культуры помогают ремонтировать. Это такие наши большие, добрые, хорошие друзья, которые реально помогают не словом, а делом, что называется. Евгений Дмитриев убежден, что жители сельского поселения, в первую очередь молодежь, должны пользоваться всеми благами цивилизации. В плане благоустройства, наличия рабочих мест, медицинского обслуживания, проведения культурного досуга. Ведь молодое поколение – это будущее поселение. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «События».